уважаемые друзья дорогие коллеги это такая техническая во многом запись доклада который был сделан на одной из рабочих встреч посвященный собственно возможность создания тренингов на базе нашего собственно проектного офиса и возможность создания именно тренингов по коммуникации и в рамках вот этой встречи мы обсуждали вам был представлен этот доклад посвященный собственно промышленной концепции до коммуникативной компетенции какие параметры важно удерживать для того чтобы можно было создавать тот или иной тренинг из по сути это результат труда ну собственно да как видно из названия вместе с примерами конкретных карт опять-таки которые задают до рамку при которой возможно создание уже конкретного тренинга под конкретную задачу такая до принцип трубы где в основе лежит некая общая рамка и потом мы фокусируемся до конкретного назначения вот здесь вот промежуточные звенья не конкретно без конкретизации на как для конкретного потребителя подразумевает что это конкретный потребитель именно из области медицины губанский медицинский университет и фабрика процессов вот и собственно все это было сделано давайте сделаю первый шаг собственно содержание концепция основных геномических сквозных концепция сквозных инструментальной компетенции психология профкоммуникации и практику что уже то есть там будет описано вот собственно о чем будет речь да в каждом из них будет показано конкретные примеры дидактических карт по каждому из типов компетенций рамочных опять-таки да то есть то что задает некую форму понимания внутри как то есть пространство внутри которого мы можем уже комбинировать конкретику что это конкретно значит каждый из этих пунктов естественно чуть дальше вот для начала введения в позицию данная данный доклад это представляет собой ну такую экстракцию до выдержку из результатов работы посвященную построению концепции на профессиональных или мета профессиональных компетенций вот которые готовил для одного из факультетов и соответственно это вот фрагмент связанными с коммуникацией в рамках данного подхода использовалась смд-методология смд подход как рамочный и собственно вот из этой позиции это первый замен позиции взгляда да каким образом я смотрю на коммуникацию и из чего определяю границы этого и чего определяются границы этого взгляда и 2 это собственно несколько лет работы над курсом посвященным профкоммуникации для студентов медуниверситета соответственно это ну такие показательные объемы материала которые были собраны и перевопачиваться за это все время вот но тем не менее по факту работа действительно проделана ну конечно оценивать себя как бы не совсем корректно тем не менее представляет что большая работа то есть я сюда вот например в рамках опк основной профессиональной коммуникации 16 гигабайт что такое это собственно методические разработки которые в принципе существуют в россии к определенном момент существовали да все что было практически доступно в рунете да это здесь было да и не только вру и собственно это практику мы видеозаписи и так далее но об этом будет собственно дальше сказано что туда будет ходить и вот вторая часть это набор материалов как раз по исследованию и разработке самой концепции над профессиональной компетенцией или над или мета профессиональной компетенцией для врачей на основе смд-методологии это вот основные источники построения основания построения карты коммуникация будет рассмотрена пятки здесь я уже сказал да в контексте смд подхода я опуская всю теоретическую часть просто указываю на ключевые элементы они не совсем вяжутся напрямую с смд подходом и теми базовыми схемами которые там присутствуют но если углубляться эти связи конечно будут показаны для этого просто иллюстрировать саму концепцию вот четыре элемента обычные мышление средства состояния ситуация и собственно в рамках доклада будем говорить именно от трех вот этих элементов конкретно сейчас поговорим про ситуацию аналитику ситуации тех компонентов которые там существуют и собственно моделях коммуникативного взаимодействия они ложатся именно в то что мы обозначили как рамка если мы анализируем конкретные ситуации то всегда есть некий повтор цикл в любой ситуации есть некие повторяемые точки какой бы тип взаимодействия мы не брали и вот здесь собственно вопрос состоит в том а какие эти точки чтобы понять что в этих точках нужно уметь делать и потом уже спускаясь на модели мы смотрим как они меняются эти компетенции внутри этих точек взаимодействия вот в профкоммуникации и собственно здесь сразу обозначено то что я сказал да ситуация и и цикла это ровно то о чем я сейчас сказал проблемы выявления коммуникативных компетенций исходя из основных этапов или шагов да вот то что было названо точками коммуникативного взаимодействия и вторая проблема здесь сразу находится это проблема сборки перечня исходя из этих этапов до дидактических единиц компетенции и дидактических единиц исходя из выявленных этапов и не трудно понять что основные этапы ситуации да они напрямую связаны с деятельностью и основными формами а точнее элементами деятельности мы берем сначала развернутую развернутую схему или перечень деятельности указываем на тот компонент который мы будем работать ну собственно этапы деятельности нахождение там фиксация потребности вывод ее осознание фиксация цели до появления мотива моделирование целеполагание определения и вот собственно то где мы будем уже брать собственно сама коммуникация я так отвлекусь на секунду сама коммуникации в этом смысле понимается именно как деятельность в общем не представляет большой оригинальности понимать коммуникацию как деятельность и ее структура соответственно интерпретируется из этой перспективы и естественно в коммуникации вот эти все семь элементов мы можем найти но в рамках того чему нужно учить конечно нужно учить по идее всему но конкретно именно элементу где осуществляется воздействие или достижение результата а вот если мы на коммуникацию смотрим из этой перспективы острие да где находится острее коммуникации там где воздействующая активность осуществляется на вот здесь же собственно вопрос проблемы структуры классификации типов коммуникативных компетенций то о чем уже сказали отчасти деятельность по достижении результатов что находится здесь то вот шестой пункт если его раскрутить развернуть естественно есть вход-выход мы всегда входим воздействие входим то есть очевидно что вот это все условно говоря происходит внутри а вот это при взаимодействии потом оценка и соотношение прочее то есть ты снова как бы возвращаешься к себе но непосредственное воздействие или взаимодействие с объектом или с другим субъектом имеет основные компоненты достаточно очевидный вход то есть это вход в контакт в первую очередь естественно ориентировочная часть обычно реализуется как диагностика мы смотрим присматриваемся исполнительская часть реализация действия или воздействия контрольная корректировочная часть мы смотрим что получилось что не получилось и тут же соответственно доводим что-то либо наоборот делаем шаг назад и так далее вот контроль это сравнение с ожиданиями корректировка изменения решения реализации действий на основе обратной связи то есть как среагировали на мои воздействия так и понимают что дошло что нет и соответственно выход мы должны уметь данном случае до видеть основание выхода каким-то образом либо зафиксировать то есть основание для выхода могут быть какими либо исчезновение объекта либо фиксация результатов либо что-то еще выход осуществляется поп на каком-то основании вот разрыв контакта здесь контакт здесь разрыв и естественно тут же можно найти аналогии в психологических теориях которые используют например в нлп такая наиболее популярная схема калибровка подстройка раппорт ведения выход ну аэропорта что назвать вхождение в контакт и удержание зона воздействия это зона контакт вот очевидно и пример локализации этой схемы на например на деловую беседу то есть это уже конкретная модель то есть мы говорили до компетенции модели вот это уже конкретная модель где внутри да мы должны показать а где собственно то о чем мы только что сказали где эти точки ходы воздействия которые осуществляются на и соответственно точки компетенции ну вот структура полная подготовка если мы берем опять-таки да очевидно что вот эти девять они будут резонировать по меньшей мере на самом деле практически полностью совпадают с тем что мы здесь показали как этапы деятельности на вот в развернутом виде и собственно вот она шестая часть вот то что у нас здесь было шестым элементом да здесь она в по сути 1 2 до 6 компонент 6 компонентах развернута начала постановка проблемы аргументированы то есть подстройка обратная связь парирование это вот это ректировка до принятия решения фиксация договоренностей фиксация оснований для выхода завершения деловой беседы собственно то о чем мы сказали вот ровность другой пример локализации или проекции да на другую модель эта структура консультации пациента установление контакта я здесь сразу помечу да что это в рамках концепции калагаре кембриджской модели версии лазат фарсеновый казахстан национальный университет казахстана вот структура консультации пациента установление контакта сбор информации активное слушание эмпатия комментирование да то есть вместо аргументирования до информации информирование только потом да в момент связанные с аргументирование завершение беседы опять-таки если мы посмотрим на предыдущие видно как она здесь повторяется воспроизводится и пример дидактической карты по конфликту берется конкретная модель опять-таки она не локализована она точнее локализована ровно насколько насколько это мы преподавали для студентов второго курса лечебного факультетом разных факультетов но вот медицинского профиля да где взаимодействовать либо с теми или иным типом пациентов основном лечебный педиатрический факультет у медпрофа там были свои нюансы а вот и по конфликту ну да здесь как бы указаны другие модели профессионального взаимодействия диалог убеждений переговоры дискуссии спор не обязательно все они в той или иной степени были про там представлены в программе ну вот карта по конфликту пример по конфликту есть теоретическая часть общий фактор и прочее прочее это не так интересно значит от основы коммуникативной самообороны процессе прессинга или агрессии различаются два эти аспекты вот внутри этих компонент вот здесь она не прописано именно вот здесь на вот этих синеньких пункт когда и будет работать та схема которой мы сказали да именно вот здесь собственно это те самые компоненты которые будут ну условно говоря входить практическую часть понятно все может входить вопрос в том что наработка основная будет проходить вот здесь правила реакции собственно как реагировать нужно работать техники реакции какие формы каких формах она осуществляется и правила и так далее вот и это общие вещи это в профкоммуникации и здесь конкретизация идет конфликта именно для медицины опять же конкретизация общая теоретическая и конкретизация уже конкретных примеров то есть не просто моделей а типичные ситуации с не общие рамочные да уже локальные формы которые наиболее часто встречаются в практике врачей и вот здесь опять таки именно здесь эти компетенции должны быть наработаны вот вот теперь собственно вторая часть вторая часть переходим к ней мы говорили сначала об основных динамических и теперь сквозных инструментальных компетенций в профкоммуникации собственно вот он вторая часть мы сначала начали ситуации теперь говорим о средствах которые внутри этих ситуаций разворачиваются в данном случае ну вот на чем я сказал вот повторяющиеся сквозные элементы внутри каждого из этапов то есть тех самых этапов которые мы только что разобрали вот внутри каждого из этапов работают одни и те же инструмент больше или меньше степени зависимости от специфики ситуации конкретики и и так далее акценты внутри этого набора делаются естественно разных элементов но тем не менее они все равно остаются теми же ну собственно если визуализировать как по сути это вот так выглядит то есть внутри каждого из этапов мы находим вот базовые инструменты коммуникации ну очень грубо говоря они сводятся к двум вербально не вербально и таким образом таким образом базовое различение коммуникативных компетенций состоит в том что есть основные динамические в терминологии северман это процессуальные вот и если компетенции на основании структуры деятельности это основные то компетенции проходящий как бы сквозь эти этапы это сквозные инструментальные у севермана они по сути не отличные от процессуальных компетенций я здесь упоминаю северманный классический учебник в рамках которого чем-то на базе которого строятся основные тренинги для медперсонала сквозь там описаны основные компоненты вот этой кемплической модели и собственно например дидактические карты по инструментам коммуникации первый компонент невербальный здесь общая теоретическая часть идет основные типы формы виды и здесь уже видно до компонента связанные с диагностикой да мы должны на первом этапе продиагностировать то есть мы должны знать что происходит собственно да и продиагностировать как это работает вот здесь первый навык пошло что именно как прочее какие элементы здесь практически могут быть считаны и каким образом второй момент мы поняли усвоили как-то переопределились и теперь вопрос о том как мы будем соответственно воздействовать соответственно компонент связан с выразительными средствами это все средства да то есть мы должны считывать элементы а здесь мы должны уметь ими пользоваться не просто воспринимать но еще уметь донести какую-то мысль позицию взгляд отношения и так далее и основной инструментарий который здесь существует невербали ну то есть от конкурентности и заканчивая до организации пространства при взаимодействии второй компонент вербальные или речевые средства что более точно отражать ситуацию коммуникации для врача и вообще коммуникации речевые средства коммуникации речевое взаимодействие снова диагностика логика та же самая да маркеры и стратегии какие существуют они должны быть распознаны и речевое воздействие активное воздействие выразительные средства какие существуют на речевые да и собственно какие стратегии тактик как теперь не распознавать да как эти тактики использовать на благо самого пациента или для того чтобы защититься или наоборот объяснить что там простые это средства выразительности врачебных разных жар от приема пациента научной конференции и неявные до средства врача при речевом там это все дальше раскрывается и собственно третья часть вот из этих соответственно возвращаемся к исходной до чем мы уже сказали ситуация динамические средства сквозные и состояние состояние это условно говоря собственно сфера того что с нами самими происходит и происходит с нашим пациентом то есть это по сути объект воздействия если угодно в нас самих это вопрос о самообладании самоконтроля и так далее это тоже сквозные над профессиональные по сути компетенции в рамках коммуникации вот и объект воздействия ключевая задача в коммуникации по сути изменить состояние нашего пациента 1 40 сфокусировать расфокусировать взгляд это в той или иной степени изменяет его состояние вот и в данном случае речь идет конечно о психологии персоной коммуникации врача состояние или психология профессиональной коммуникации врача общие аспекты факторы общие параметры это то что сюда входят и б коммуникация с разными типами пациентов психологический аспект если говорить подробнее опять-таки я сейчас это делать не буду много пунктов много букв просто общие аспекты это теоретическая часть те вещи которые важно знать его там разные исследования здесь собственно для даже составление этой программы составление этого вот этого блока до использовались не только чисто учебные в том числе исследовательские работы последних 15-20 лет ну по крайней российским и б общие параметры аспекты психологии пациента здесь же да какие они существуют и в коммуникации с разным типом пациентов связка с заболеваниями вот особенность протекания болезни да и характер психологического состояния вот собственно три основных и теперь четвертый вопрос о том что есть уже в наработке это то вот чтоб самом начале далеко листать там где самом начале говорилось по поводу вот задела из там а пока да сам профессионал коммуникации что можно уже использовать для наработки тренингов это практику что уже есть пед подход плюс фонд за знаний то есть что входит в общую рамку подхода в разработке этого этих тренингов которые мы использовали в рамках обучения студента второго курса вот это подход связанный с полнотой компетентности схема очень простая полнота состоит в чем структура базовых компетенций да она состоит в чем я могу сделать но не понимаю обычно вот эти абстрактные до крайности знаю как но не умею делать естественно полнота состоит в том что полноценная подготовленность профессионала состоит в том что они просто абстрактно знает но умеет делать очень часто тренингах компонента связанные с тем что я знаю изымается где-то может это имеет смысл особенно когда речь идет о уточнении профессиональных навыков прошу прощения но где-то эта компонента должна сделана быть с акцентом тогда она действительно формируется как целостная полная компетентность да здесь собирается вот и вхождение к полноте или вхождение в полноту три уровня компетенции знание осознанность практические навыки то есть теоретическая компетентность здесь состоит в том то есть это не просто но это действительно способность понимать не просто осведомленность но способность понимать что ты знаешь аналитическая компетентность это осознанность в ситуации второй уровень компетентности до следующий шаг, следующий уровень, когда ты, находясь ситуацией, ты хотя бы понимаешь, что происходит. Ты не всегда можешь среагировать правильно, но ты хотя бы понимаешь, как на это реагировать, в принципе, нужно. Хотя бы понимаешь, что здесь происходит, какое воздействие на тебя осуществляется. Это почти что уже шаг к последующему уровню, а именно практический навык. То есть практическая, компетентная способность интуитивной или в идеале автоматической реакции на базовые позиции внутри конкретной ситуации, которую я распознал. Что есть в методической обеспеченности каждого уровня? Это фонд знаний. Метод обеспечения курса. Большинство материалов оформлено в рамках трех основных методических разработок. По ним как раз и структурированы основные наработки. Первый из них это учебные пособия, теория по курсу. Обычные либо лекции, либо вот такие сжатые конспекты по ним, которые просто студентам скидываются. И к семинару они обычно не готовятся. Но есть те, кто готовятся и приходят. Обычно первые два-три занятия отбиваются. Схема работы и потом могут работать уже все группы. Второй уровень это учебно-методические пособия для самостоятельной работы. Опять-таки для тех, кто хочет. Обычно это можно, например, в рамках кружков использовать. То есть там больше материала, того, что они могут даже самостоятельно делать в рамках кружка. Если по этому направлению делается кружок. Методическое пособие. Опять-таки, мы говорим про тренинги, на базе чего их строить. И опираемся в данном случае на материалы технические. И методическое пособие для проведения практических занятий для преподавателей. То есть здесь дается задание и ключи к ним, по сути, грубо говоря. Первый пункт. Общая теоретическая компетентность. Что есть для наработки понимания, понятности того, о чем ты что-то изучаешь. Первый вопрос на понимание. Они существуют в предпрактике, не оформлены частично. Это просто вот такие то, что уже есть. Тесты, тексты для анализа. Это все формальные вещи. Я их останавливаться долго не буду. Ситуационно-аналитическая компетентность. Это второй уровень. То есть основанность ориентации в ситуации. Это поинтереснее. Есть задачи, видео для анализа и тесты диагностические. То есть они на этом уровне как раз и будут работать. Третий уровень это практическая компетентность или навыкность. Это вот то, что вот здесь вот мы сказали. Вот эта вот часть. Это игры, тренинговые упражнения, специальный софт. По крайней мере, то, что есть на распознавание микровыражений по невербальному общению. Там же подборка упражнений. И сценирование. Это то, чем обычно завершался наш курс. Каждая из подгрупп готовила сценирование постановочное и импровизационное. В зависимости от уровня подготовленности группы мы брали либо одно, то есть они готовились заранее, либо второе. Давала ситуация, проблема, и они должны были внутри нее ориентироваться, реагировать. Ну и сценирование. Вот то, о чем я, собственно, сказал. Все. Вот вкратце и вся концепция, рамочная концепция, связанная с тем, собственно, как, что можно брать для, я сам начало перелеснул, да, что можно брать для построения тренинга, на какую концепцию опираться. В данном случае исследования, которые делались, надеюсь, будут опубликованы, результаты ее в ближайшее время, они базируются на системном уследействии и подходе. Все. Спасибо за внимание. Надеюсь, это было чем-то полезным. Спасибо.